Модернизация телефонной сети в Солигорске и сельских населенных пунктах проходит на протяжении последних трех лет. Станции устаревшего координатного типа меняют на более современные. С этим процессом и связана массовая замена телефонных номеров абонентов. В этом году выведена из эксплуатации станция, номера которой начинались на 25. Замене подлежали 5000 телефонных номеров. Процесс практически завершен, и уже в декабре старая станция будет отключена. Чтобы получить новый номер, каждого абонента приглашают в сервисный центр, переоформить договор. Услуга бесплатна. О смене номера предупреждают за месяц. Если владелец не отозвался, его телефон переключают на новый номер, как только закончится отведенный срок. С предприятиями и организациями даты смены номеров согласовывают заранее, чтобы те успели уведомить работников и посетителей. В первую очередь составляется план. Приглашается, уведомляется абонент извещением, либо организацией. Уведомляется за, скажем так, максимальный срок, это месяц, которым мы, согласно правилам, имеем правило переключить телефонный номер. Но так как для того, чтобы минимизировать вероятность возникновения очередей, мы берем, составляем план, приглашаем, берем какой-то дом, формируем списки, делаем извещение и приглашаем. Даем какой-то срок, там две недели условно, там в зависимости от количества абонентов, этих абонентов приглашаем. Новые телефонные номера, которые сейчас получают солигорские абоненты, начинаются с цифры 3. Емкость на 2 уже полностью занята. Новое оборудование располагает безмерным количеством телефонных номеров. О спаренных номерах и очереди на установку телефона забыли уже несколько лет назад. Через год-два спаренных номеров не будет даже на селе. Замена оборудования улучшается качество и стабильность телефонной связи, говорят специалисты. Преимущество получает и узел связи. Для сравнения, старая телефонная станция емкостью 5000 номеров занимала площадь в более чем 200 квадратов. Новое оборудование на 7 тысяч телефонных номеров уместилось в одном шкафу. Налицо экономия площади, энергопотребление, затрат на обслуживание. Полностью завершить процесс модернизации телефонной сети планируют через два года. 2016-2017 год выводят за эксплуатацию телефонной станции 24 и 23. Монтированная емкостью 8 и 10 тысяч соответственно. Второе направление, ну и естественно, эта работа ведется и по селу. В следующем году мы планируем закрывать телефонную станцию, переключать, закрывать устаревшего типа в Масалях, Соковичах, Первомайской. Уже в планом оно включено, поэтому эти работы будут проведены в 2016 году. Вторым направлением совершенствования услуг возле связи называют замену медных телефонных линий на оптовлаконные. Сейчас широкополосными сетями мультисервисного доступа пользуются свыше 14 тысяч абонентов. Из них 7 тысяч подключены в этом году, еще столько же намерены подключить в следующем. Продолжение следует...